Да, это мужская команда наша, Гринобюро. Это 2014 год. 30 лет назад Владимир Лукьянов сменил военный китель на футбольную форму. Закончил службу в должности командира полка противовоздушной обороны из-за болезни сына. Он был уверен, ребенку нужен спорт, так и стал тренером. Идею создать клуб поддержал и друг, Владимир Галактионов. Решили организовать поле, такую инфраструктуру небольшую, секцию. И с этого хотели начать. Настоящих мужчин, мужиков настоящих надо воспитать. Войнов, чтобы защищали свою отчизму. На второй план, конечно, должны хорошими футболистами быть. Андрей Лукьянов тренировался под руководством отца. Учился в школе с физико-математическим уклоном. Мечтал стать как папа – военным. Так и получилось, пошел по его стопам, но в сторону спорта. Закончил Академию МЧС. Офицером стал, послужил, мне очень понравилось. Переучился. И, в общем, вот. Последние 14 лет уже работаю профессионально, именно тренером футбольным. День рождения Кавалергарда – 6 мая 1994-го. За 30 лет работы тренерский штаб выпустил несколько поколений спортсменов. Роман Сидоренков – один из первых воспитанников клуба. Профессиональным футболистом не стал, но сыновьям любовь к спорту привил. Они тоже выпускники Кавалергарда. Я лично и в футбол играю, и обычной жизнью занимаюсь. И все это, я думаю, что благодаря, в том числе, заботе и усердию тренеров. Главная задача клуба – воспитать настоящих мужчин и только потом спортсменов. Капитан младшей команды «Рамазан» в свои 11 лет уже понимает, каково это – нести ответственность за всю команду. Капитаном быть на каждом турнире, отвечать за свою команду. И вообще на тренировках надо отвечать за свою команду, отвечать за инвентарь, помогать тренеру. Воспитанники Кавалергарда участвуют в первенстве Звенигорода и показывают хорошие результаты. Но по случаю юбилея шанс выйти на поле появится и у выпускников. Турнир, посвященный 30-летию клуба, состоится 18 мая на стадионе «Спартак». Лада Дудко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Смирай!